Здравствуйте! На этом занятии я объясню, как построить точечную диаграмму, исходя из предоставленных данных. Но в этот раз вместо планшета я сделаю видео прямо здесь, в Excel, чтобы вы видели, как я это делаю. И в дальнейшем вы уже сами сможете с помощью Excel или других вычислительных программ создавать диаграммы. На этом уроке мы не будем сильно углубляться в математику. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что значит провести прямую, максимально соответствующую данным или же создать линейную зависимость. Нам нужно решить следующую задачу. Итак, в таблице предоставлены данные о среднем доходе семьи из Киева с 1995 по 2002 год по данным Статкомитета. Постройте точечную диаграмму и составьте уравнение прямой, которое максимально соответствует этим данным. Каким, вы думаете, будет доход семьи в 2010 году? И чему равен угловой коэффициент и ордината точки пересечения с осью у в этой задаче? Вот эту таблицу я просто скопировала из текста. Сейчас мы принесем таблицу вот сюда в Excel в том виде, в котором программа ее поймет. здесь будет название «Годам с 1995-го». Я немного удлиню эту ячейку. А здесь будет доход. Здесь у нас 1995-й год, значит, в первой ячейке будет 0. Затем 1, 2, 3, 4. Мы можем просто выделить ячейки с цифрами и растянуть рамку вниз, чтобы заполнение колонки продолжилось автоматически. А чтобы заполнить колонку доход, я просто запишу значение из таблицы. 53807, 55217, 55209, 55415, 63100, 63206. Теперь 63761 и 65766. Вот эти ячейки нам не нужны, давайте от них избавимся. И я, наверное, перепроверю, не пропустила ли я ничего. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А сколько здесь у нас ячеек? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще проверю значение во второй колонке. Так, 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 так. Угу. Да, все верно. Сейчас вы увидите, что решить эту задачу в Excel невероятно просто. Надо знать только, где кликнуть. Все сделает вместо вас эта программа и отметит необходимые точки на координатной плоскости, создаст точечную диаграмму и, более того, она даже опишет зависимость от их данных. Вам всего лишь необходимо выделить поле с данными, выбрать вставку и вставить точечную диаграмму. Я просто хочу нанести данные на график. Вот и все. Готово. Только что Excel отобразил все данные на графике. На этой оси у нас отмечен доход, а здесь года с 1995. В 1995 году доход был 53807, а в 1996 – 55217. Как видите, программа все сделала правильно. Теперь я бы хотела провести соответствующую прямую. Как видите, в данном случае получается не совсем прямая. Но предположим, что прямая сможет достаточно точно отобразить эти данные. Я опять воспользуюсь Excel для создания этой прямой. Здесь вверху у меня есть разные опции для создания прямой, соответствующей данным. Я выберу макет, на котором изображена прямая между точками, и есть надпись f . Это значит, что помимо графика программа еще запишет уравнение этой прямой. Итак, я выбираю этот макет, и Excel не только нарисовал прямую, соответствующую данным, но и перенес данные с одного графика на другой. Я немного увеличу этот рисунок. Условие нам уже не нужно, поэтому можно его и закрыть рисунком. Вот так. Теперь все видно. Таким образом, программа не только нанесла данные на координатную плоскость, провела прямую, соответствующую этим данным, но и записала уравнение этой прямой. Вот это уравнение. Вы, вероятно, не видите его. Я постараюсь увеличить этот кусочек. Сейчас попробую. Нет, не могу этого сделать. Ну, по крайней мере, я перенесу это уравнение сюда. Возможно, так лучше видно. Итак, уравнение прямой у равен 1882,3 умножить на х плюс 52847. Ордината точки пересечения с осью у равна 52 847. На графике видно, что прямая пересекает ось у в точке, в которой х равен 0, а это значение х соответствует 1995 году. Исходя из графика, мы можем сказать, что в 1995 году доход семьи был 52 847. По данным в таблице, значение дохода немного больше, оно равно 53 807. Точка находится немного выше. Но нам и не нужно, чтобы данные полностью совпадали. Мы просто хотели получить прямую, которая бы максимально точно описала данные в таблице. Другими словами, мы хотели минимизировать расстояние от каждой из этих точек до прямой. С помощью этого уравнения мы можем спрогнозировать доход семьи в последующие годы. Мы предполагаем, что эта прямая довольно четко описывает данные. Я немного опущу рисунок, чтобы можно было прочитать вопрос задачи. Вот это наше уравнение. И у нас спрашивает, каким вы думаете будет доход семьи в 2010 году? Чтобы это выяснить, можно воспользоваться уравнением. Итак, это у нас 2002 год, а нам нужен 2010, то есть на 8 лет больше. Я сделаю немного по-другому. Я добавлю еще одну колонку с надписью «Год». Заполним ее. 1995, 1996. И теперь мы можем выделить эти две ячейки и растянуть вниз. Excel автоматически заполнит колонку дальше. Программа понимает, что значение в каждой последующей ячейке увеличивается на единицу. И во второй колонке я сделаю то же самое. Растяну поле до нужной ячейки. Теперь мы можем сказать, что 2010 год – это 15 лет спустя. А значит, мы можем подставить в уравнение 15 вместо х и найти доход. Здесь мы пишем 1882,3 умножить. А сейчас мы можем выделить ячейку со значением х, вот она. Или же просто записать 15. Итак, запишем 15. И далее у нас идет плюс 52847, плюс вот это число. Нажимаем Enter и в результате получаем 81 тысяча, 81 гривна и 50 копеек. Мы можем продлить эту прямую еще на 8 лет вперед и посмотреть, чему будет равен доход в точке х, равной 15. Приблизительно он будет равен 81 тысяче гривен. Надеюсь, вам понравилось то, чем мы здесь занимались. Вот такие электронные таблицы очень полезны при работе с данными. С помощью таких программ можно легко нарисовать любой график, который бы отображал данные. Мы даже смогли найти по ряду данных значений функции другое ее значение вне этого ряда. Нам нужно было выяснить, каким будет доход семьи в 2010 году, и мы просто вместо х в уравнение, которое, кстати, тоже узнали от Excel, подставили соответствующее значение и нашли этот доход. На этом все. До свидания!